Закон, обязывающий владельцев частной собственности заключать договоры о вывозе мусора, существует с 2014 года. Однако только с июля 2016-го несоблюдение этого закона стало караться штрафом в размере 5000 рублей для физических лиц и 300 тысяч для юридических. Каждый домовладельец должен заключить прямой договор с мусоровозящей компанией на вывоз мусора. Если он является членом садового некоммерческого товарища, либо другого объединения, то ему необходимо проверить заключен ли договор на вывоз мусора самим СНТ. Желательно, конечно, взять копию этого договора, а также справку о том, что им платежи за вывоз мусора оплачиваются. Вывоз мусора – это не коммунальная услуга, и каждый может сам выбрать компанию, которая будет вывозить отходы. Ознакомиться со списком операторов можно на официальных сайтах поселений муниципалитета. Там же указана информация о порядке действий собственника по заключению договора. Будем заключать договор, да, знаем, знаем. Ну, проще услуга, чем бегать. Вывозить мусор централизованно – это не прихоть властей. Стоит задуматься о том, что выброшенный вами мусор в неположенном месте коммунальные службы убирают в любом случае. Но на это из местного бюджета тратится не один миллион рублей. В то время, когда эти деньги могли бы пойти на другие задачи. Например, ремонт дорог, строительство стадионов и улучшение детских площадок. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видно-ТВ.